Дальнозоркость 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 Сегодняшнюю тему для разговора. Прошу вас. Вот это вот область роговицы. Это радужка, которая диафрагмирует лучи, хрусталик. Изображение попадает через роговицу и фокусируется точно на сетчатку. Так происходит в нормальном глазу. При близорукости глаз более удлинен. Из-за этого фокус не попадает на сетчатку. И изображение здесь получается размыто. При дальмозоркости совершенно обратная картина. Глаз более короткий. Изображение не фокусируется. Формируются размытые изображения. Соответственно, эти состояния возникают уже в детстве. Поэтому можно перефразируя поговорку, что береги платье снова, а зрение с детства. Сергей Игоревич, у нас с вами сегодня в студии есть аппарат, который позволяет определять остроту зрения. И у нас в студии есть два пациента, которые пришли сюда для того, чтобы мы, во-первых, сверились с их показаниями. Они сейчас нам скажут, какая у них острота зрения по их данным. Мы, наверное, сможем проверить и, самое главное, дать советы о том, что делать для того, чтобы эта проблема не прогрессировала впредь. Я приглашаю сюда Лилию и Алексея. Прошу, проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Мы так радостно вбежали к нам сюда на сцену. Тогда с вас и начнем. Сергей Игоревич, прошу вас. Проходите на место пациента. Садитесь. Что сейчас должен делать Алексей? В чем заключается... Он смотрит в объектив прибора, и там есть объект в виде картинки, и он пытается на него сфокусироваться. Я вижу его зрачок, я туда навожу, у меня появляется крестик, который говорит о готовности прибора делать измерения. Я делаю несколько измерений, переезжаю на второй глаз. То есть довольно быстро. Да, он смотрит опять на тест-объект. Я нажимаю несколько раз на кнопку, и после этого получаю данные в бумажном виде. Алексей может вставать. Алексей, прошу вас, а какой был ваш результат при последнем измерении? Минус 3. Сергей Игоревич, ваша трактовка? Значит, прибор показал минус 3,25. Правый глаз. Левый глаз 2,75. Но с небольшим астигматизмом. То есть в сумме можно считать, что где-то в районе 3,3, так называемой сферы. Какие мы можем рекомендации дать Алексею с учетом именно его особенностей органозрения, его патологии? Ну, вот этот вот показатель минус 3 говорит о том, что у него так называемая аккомодация для работы вблизи не требуется. Я бы ему порекомендовал, если он работает с компьютером или с бумагами, с документами. Работаете, да? Я так понимаю, вы киваете, да? Я бы ему порекомендовал делать это без очков, то есть снимать их. На компьютер я бы ему порекомендовал очки не минус 3, а минус где-нибудь, минус полтора. То есть заказать дополнительные очки прицельно для работы с компьютером? Да, потому что... А почему? Какой смысл? Да, потому что при полной коррекции минус 3 у него будет повышенная утомляемость именно при работе с компьютером, особенно при работе с бумагами. Может ли Алексей самостоятельно выполнять, кроме вот этого такого, ну, чисто жизненного приема, какие-то упражнения, которые позволят замедлить прогрессирование вот этого процесса? Ну, он, как мы выяснили, работает с бумагами, с компьютером. Я бы ему рекомендовал такой прерывистый режим, то есть через каждые 25-30 минут делать перерыв, отрываться от объектов близкого зрения. Самое лучшее, это, конечно, встать с рабочего места, подойти к окну, посмотреть куда-то вдаль. Отлично. Что еще немаловажно, поскольку нарушается при вынужденном положении кровообращения и в зрительных долях затылочных, то есть которые кровоснабжаются через позвоночные артерии, можно повращать, не обязательно резкие вращения, повращать головой, можно в закрытом виде повращать глазами, потому что, когда человек читает или работает с компьютером, диапазон движения глаз очень небольшой, и мышцы, ну, можно так, житейским языком выражаясь, затекают. Поэтому лучше глазами повращать, подвигать. Алексей, я думаю, вы запомнили совет нашего специалиста, так что, пожалуйста, старайтесь, чтобы ваше зрение не ухудшалось. Счастливо. Ну что же, Лилия, теперь вашу очередь, прошу, проходите. То же самое, присаживайтесь. Два-три измерения на каждый глаз. И Лилия может вставать. Лилия, скажите, пожалуйста, при последнем измерении какая острота зрения была у вас? Плюс три с половиной. Плюс три с половиной. Сейчас Сергей Игоревич скажет свое заключение. Значит, прибор показал плюс два двадцать пять правый глаз. А, это для чтения три с половиной. Плюс два с половиной левый глаз. Здесь, да, надо прокомментировать, что для пациентов с дальнозоркостью очки требуются, так сказать, в большем количестве. То есть нужны очки для близи, нужны очки для средней дистанции, это для того, чтобы смотреть телевизор. И очки для вождения, для дали, это обязательно. Если при близорукости это не обязательно, можно пользоваться практически одними очками и для близи их снимать, то для дальнозоркости, особенно в возрасте после сорока лет, возникает необходимость в двух и даже в трех очках. Я думаю, что… Так и есть. Так и есть. Три с половиной, два с половиной. И, соответственно, наверное, какие-то тоже, может быть, полезные советы или упражнения для лилии, которые бы она могла делать для того, чтобы сохранять свое зрение. Полезные упражнения, но для лилии, прежде всего, конечно, это максимальная коррекция. И все упражнения, и все, так сказать, виды работ, которые она осуществляет, она должна делать в очках, иначе ее настигнет так называемая астенопия или зрительное утомление по-простому. Потому что если она не будет пользоваться очками, то любые упражнения, любые меры для нее будут бесполезны. Потому что, к сожалению, у дальнозорких такая ситуация, что они плохо видят не только вблизи, но, несмотря на название дальнозоркость, они видят очень плохо и вдали. Ну что ж, я думаю, что сегодня мы действительно обсудили то, что не существует маленьких проблем со здоровьем, не существует банальности. На самом деле, любая патология требует правильной и своевременной коррекции. И в этом нам помогли разобраться наши уважаемые специалисты. А вы смотрите нашу программу по будням на канале ТВ-центр, спрашивайте нас, пишите нам, рассказывайте свои истории. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы и помочь, чем сможем. Пожалуйста, не болейте.